Добрый вечер, в эфире телеканала Астана, программа «Статус-Кво». И сегодня у меня эксклюзивное интервью с известным казахстанским исполнителем Кайратом Тунтековым. Добрый вечер, Кайрат. Добрый вечер. Спасибо, что эксклюзивно пришел именно ко мне. Как дела? Отлично. Все хорошо. Все хорошо? Да. Живем. Живем. Как ты решил распорядиться своей жизнью после всей этой ситуации? Ситуации. Это должно было случиться, мне кажется. Потому что человек, как даже известный человек, он забывается в любом случае. Человек забывается, когда все гладко. Лучше надо все это видеть, все это чувствовать. После этого человек уже, наверное, о другом думает. Уже другим выходишь оттуда, одним словом. У тебя было 40 дней, чтобы подумать обо всем? Да. Я обо всем подумал. Я расслабился, отдохнул. Как в отпуске, да, можно сказать. Ну, конечно, там как не в отпуске. Ну, как сказать, обо всем, да, моменты были. Думал. Решал даже, как бы, охота была просто, видите, что-то писать даже, если так посмотреть. Сидя там, даже дневники начал писать. Какие-то, да, моменты были. А что это было, скажи, это была боль какая-то? Это не боль, это не боль, нет. Это, скорее всего, сожаление. Потому что, ну, я ни на что не этот, ну, не против то, что так случилось, так получилось. А ты знаешь, это было заметно. Да, ну, я себя держал, сколько можно было. И я начал писать дневники, как там все происходит, как там жизнь налаживается. То есть там не налаживается жизнь, там на одном месте стоит, в одном месте. Моменты были всякие. Но там интересно, с другой стороны. Такое тоже надо увидеть, одним словом. Ты знаешь, я видела кадры, кадры в зале суда, когда... Ты улыбался. Когда ты улыбался, да. Но, знаешь, я-то знаю тебя давно, и я видела, что за этой улыбкой... Что-то есть. Что-то есть, да. Ты поступил как мужчина, то есть ты достойно выдержал всю эту ситуацию, да. Потому что, на самом деле, я думаю, что все кадры, которые были сняты этой девушкой, да, пострадавшей, я думаю, что она заранее все это снимала на сотовый телефон. Потому что в нашей стране это стало правилом, да, когда ты можешь развести любую ситуацию. В твоей ситуации мы увидели, да, и я даже написала в своем твиттере о том, что это может произойти с каждым из нас. Что уже нет такого понятия, как Блат. Да. Это может с каждым произойти. Мне кажется, не избежать этого. Это хорошо. Я еще раз повторяю, то есть это должно было случиться. Зато, как бы, оттуда выходишь другим человеком. Но это ты уже сейчас переосмыслив всю ситуацию. Ты понимаешь, что она сыграла все-таки в твою пользу? В мою пользу. Я так считаю, думаю. Это черное пятнышко, да, можно сказать, для народа как-то показалось таким. О, ну, все-таки сенсация, да? Такого еще не было. А в моем случае, кажется, надо вот эти все моменты уже, ну, чтобы про это уже забыли, как говорится, что-то новое уже показывать. Ну, ты сейчас задумался вообще о понятии репутации? Да, репутация, да. Ты задумался? Конечно. Только сейчас, вот после этого случая? Да, да. Тем более видел по телевизору столько, как народ вообще переживает. И мне кажется, надо делать, надо работать, надо записывать песни, допустим, не только в музыке, там, и в других сферах, можно сказать, да, и в спорте. Так что вот только-только начинаем, работаем, осознаем главное, главное осознаем. Не хочется, ну, чтобы у каждого это было, то есть случалось. Ну, это Аллаху Алим, как говорится. Радовать ли? Нет. Многие говорили о том, что ты был в нетрезвом состоянии. Так ты все-таки был в трезвом или в нетрезвом состоянии? В тот момент, в момент ДТП. Я был трезв. Трезв? Да. Ну, вы же знаете, наш народ, то есть, тем более, лицо известное, как говорится, всякое могут говорить. Я был трезв, просто у меня момент был, я не переобулся, короче, машину я не переобувал, летние шины были на летних шинах. Потом, вот такая ситуация, гололед. Все это помешало. Судьба сыграла вот буквально накануне Нового года? С 27 по 28 декабря. Судьба сыграла с тобой такую злую, да, шутку? Злую шутку. Ну, это хорошо, мне кажется, с одной стороны. Я же еще раз повторяю, то есть, в этом есть капелька правды, можно сказать. Да, потому что осознаешь уже после этого. Даже я когда сидел, уже примерно неделя оставалась, да, уже охота выйти. Уже все, сейчас я буду работать, сейчас я вот это сделаю, это сделаю. Конечно, все быстро. Ну, Москва не сразу строилась. Потихонечку, зато уже будешь думать. Ну, я думаю, что у тебя второго шанса уже нет. Нет, не будет. И не будет, я надеюсь, очень сильно. Ты знаешь, что вся эта ситуация разделила, да, людей, да, мнение людей. То есть, кто-то был за, кто-то был против, кто-то говорил о том, что сам виноват, кто-то говорил, что такое с каждым может случиться, да. Третьи пошли собирать деньги. И ты знаешь, ты очень благородно поступил, отдав собранные деньги, да, на благотворительном концерте на лечение ребенка. Тебе приятно было, что твои коллеги тебя поддержали? Приятно было, приятно было. Но, понимаете, это как-то не надо было, мне кажется, не надо было шум поднимать. Но спасибо тем людям, которые поддерживали это в тот момент. Просто, мне кажется, если хотят помочь, да, надо было просто вот так, молча. Но, с другой стороны, может, это еще лучше, как говорится, да, то, что они концерт поставили, и у меня появилась возможность ребенку отдать эти деньги, как говорится. Это все как-то, как говорится. Как ком, да, нарастал? Как ком, да. Но ты поверил в эту поддержку? Это была искренняя поддержка твоих коллег? Или же это был, так скажем, пиар на вот этом событии? И то, и другое, мне кажется, потому что здесь пиар тоже играет немаленькую роль. Искренности было. Был. Спасибо Ерлану за этот концерт. Ну, ты знаешь, что многие как раз-таки Ерлану Кукиеву обвиняли в том, что он благодаря этой ситуации сейчас занимается, да, пиарит именно не себя, а свой ресторан, да, свой ночной клуб. Ну, видите, по-моему, мне кажется, не каждый сможет поставить концерт во Дворце Республики, допустим, да. Потому что там аренда очень дорогая, да. То есть Ерлану Кукиеву ты поверил? Да, ему так было удобно, наверное, честно. Потому что свое заведение поверил, одним словом. Поверил, да? Ну, спасибо. Я же говорю, если все промолчали бы, может, хуже стало бы, да. Поддержка это уже, тем более, это коллеги. Они должны поддерживать, мне кажется. И я всем благодарен. И будет возможность, я тоже поддержу. От души. Искренне, как вы говорите. Твой экс-продюсер Динара Адам тоже выступил на пресс-конференции. А лично она тебя поддержала? Нет, такой возможности не было. Да, потому что я там 40 дней сидел, а туда никого не запускают. Я знаю, что ты уже встретился с родителями. Да. Со своими. И твои родители были в эфире нашего телеканала. Да. И они очень переживали. Ну, каждый, я думаю, мне кажется, каждый родитель будет переживать. Ну, было стыдно? Стыдно не было. Не было. Почему? Потому что они родители, да, они будут волноваться, они будут болеть всей душой. Но как-то надо же мудро поступать в эти моменты. То есть я поехал, улыбался, как говорится, поддерживал их. Я говорил, эй, это пиар. Вы подумайте, что это пиар. Потому что, как бы, ну, нормально. Там ни уголовка, ничего. Чистое административное наказание, да, можно сказать, по закону. Да? Вот они успокоились. Они, в принципе, мой папа даже не волновался, оказывается. Спокойно ходил. А ты сам переживал за родителей в тот момент? По-любому думаешь. Думаешь о родителе. Чтобы они нормально. Потому что, видите, они в возрасте, тем более. Вдруг что-то случится, да. Так что я поддерживал их. И буду поддерживать. Сейчас такое внимание со стороны журналистов, да, к тебе очень большое, очень высокое. Рейтинг. 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 Вот после этой ситуации, твой личный рейтинг, он, конечно, взлетел. Но многие переживают, как бы ты не стал национальным героем после этой ситуации. Что ситуация сама по себе, все-таки, она негативная. Негативная, я согласен. Но я же говорю, если человек не будет останавливаться, вот в моем случае, я так и сделаю. Есть проекты молодых, допустим, да, вот детей поднимать, допустим. Это наше будущее, в любом случае, да, и в спорте, допустим, да. Разный вид спорта, допустим. Футбол, как говорится, да. Или же там какие-то фильмы, какие-то конкурсы, допустим, да, устраивать. То есть ты сейчас будешь заниматься вот поддержкой молодых, молодых талантов? Да, молодых талантов. Чтобы у них не произошла ситуация, как у меня. Но твой звездный путь, он начался же с суперстара? Суперстара, 2005 года. 9 лет в шоу-бизнесе? Я уже почти тоже стартер-касс. То есть ты уже такой ветеран, может быть. Ветеран. Так что с детьми работать, мне нравится с детьми работать. А каким образом ты будешь работать с детьми? Что это будет? Это будут благотворительные какие-то конкурсы? Ты сейчас объявишь кастинг? Это не благотворительные конкурсы. Это как суперстар, можно сказать так, ну, в детском формате, можно сказать. То есть, ну, и в спортивном формате? И в спортивном. Ну, все есть сейчас. Потихонечку идем к этому. Нет, давай конкретнее. Что ты будешь делать? То есть ты будешь выявлять молодых? Футбол. Футбол, да? Допустим, тоже начинаю работать с детьми. Пусть это будет по камесь как-то нераскрытым, да? Потому что завтра как бы народ увидит. То есть тебе нужны таланты? Мне нужны таланты. А финансы есть? Чтобы их поддерживать и финансировать? Я же говорю, после этой ситуации, мне кажется, уже по-другому начали на меня смотреть. То есть даже обращения, да? Со стороны Агаши, допустим. Тем более моменты я сам тоже прочувствовал вот эти. Охота уже как бы. Вот. Это надо сделать сейчас. Нет, вообще-то эта идея у меня... Вообще до происшествия была идея, на самом деле. Но я не был готов. Вот это, значит, помогло. То есть можно сказать, что Кайрат Тунтехов теперь будет поддерживать молодых талантов. Да. Не только в творчестве, но и в спорте. Да. Вообще везде. Спонсоры у тебя есть, я так поняла. Ну... Потихонечку, потихонечку. Я не скажу. Конечно, кто сейчас даст деньги, да, такие большие, допустим. Это от человека, ну, это от меня уже зависит, допустим. Как я буду обращаться с... Ну, как я себя покажу, да, можно сказать. Я же тоже себя должен показать то, что я все уже. Я остановился. Я не тот Кайрат, допустим. Я уже новый. У меня новый формат. Я должен сделать и в спорте, то есть свое, да, и как бы и в музыке полностью. Ну, мне очень приятно, что Кайрат Тунтеков изменился. Да? Да. Спасибо. ДТП, которое произошло в конце прошлого года, вот до этого времени я не слышала Кайрата Тунтекова, наверное, где-то около двух лет. То есть тебя не было в шоу-бизнесе? Больше года. Больше года, да? Больше года. Почему? Ну, не знаю, наверное, вот именно строил вот эти моменты. Ну, где-то была ошибка, наверное. Из-за этого вот моменты такие получились. Чем ты занимался вот в течение этого года, пока ты не был в шоу-бизнесе? Строил. Строил? Строил. Что строил? Дом, да, такой? Дом строил? Нет, шутка. Нет, я просто помню, что как-то я с тобой разговаривал, ты сказал, что ты уходишь из шоу-бизнеса в бизнес. Да, да, да. А какой бизнес, я так и не поняла. Какой бизнес? Вот, когда это была тема насчет детей, я тогда это начинал. Года два назад даже думал об этом. Но быстро не случилось, то есть не получается по-любому. То это не хватает, то денег не хватает, допустим. Ну, время нужно по-любому. То есть, мне кажется, вся эта ситуация, она действительно пошла тебе на пользу, да? На пользу, на пользу. Но... Мне приятно очень. Кайра Тунцеков после всей этой истории возвращается в шоу-бизнес? В шоу-бизнес обязательно, обязательно. Музыку я не оставлю никогда, наверное, не брошу. Потому что как бы вырос на музыке. Это ясное дело. Нет-нет, спортом занимаемся тоже. А что ты сейчас готовишь именно по творчеству? Скажи мне. То есть, может быть, ты песни написал, сидя в СИЗО? Ну да. Тем более, когда вышел, в интернете же всякое же пишут. Прочитал там несколько фраз. Вот, Кайра Тунцек вылет и шансон запоет. Конечно, смешно было по сути. Но мне кажется, все-таки направление будет уже... О серьезном буду уже петь, наверное, о жизни. Что происходит? Какие моменты? Что не хватает у нас? Почему? Потому что у нас многие как бы про любовь, о любви, да. Это актуально. Но надо все-таки уже как-то ломать стереотипы. Вот, альбомчик записываю, свой, личный. Потом с несколькими артистами нашими, наверное. Фит сделаю, фьючеринг. Потом концерт в конце года. То есть, у тебя уже есть год, он распланирован? Да, да. Расписан, как положено. Ну, везде надо успевать. Но сейчас ты работаешь без продюсера. Да. Ты не нуждаешься в нем? Мне кажется, я все вот эти моменты уже... Тоже учел, да? Учел. Узнал, что где надо сделать. Да? Как говорится, сам себе режиссер. То есть, сейчас тебе не нужен продюсер? Нет. Ты сам можешь себя продюсировать? Ну, возраст уже, смотрите. Ну, возраст. 27 лет. По 30. 27 лет – это не возраст. Это не возраст. Для мужчины это вообще где-то, можно сказать. Можно сказать, что ты только сейчас начинаешь свою жизнь. А что касается бизнеса, то есть, ты рассматриваешь вот эту поддержку молодых талантов, то есть, это будет бизнес или же это будет благотворительность? Это бизнес. Я как понимаю благотворительность? То есть, много же моментов этих планов. Благотворительность, мне кажется, когда у тебя есть деньги, допустим, да? Когда у тебя миллионы, даже не миллионы, да? Да, допустим, да? Ты просто отдай детским домам, допустим, да? Или нуждающим, да? Семьям. Я вот это думаю, как благотворительность настоящая. Потому что своими руками идешь, даешь. Что, чтобы мой сын стал звездой? Да. То есть, и ты будешь делать из него звезду? Ну как? Это уже от ребенка тоже зависит. То есть, допустим, из 20 мальчиков, допустим, футболистов, да? Не все же становятся футболистами, да? Лучшими. Особенно в Казахстане. Особенно в Казахстане. Но я постараюсь, потому что здесь уже большую роль играет психология. Их надо, как сказать, тянуть к этому. Все, я буду играть в футбол. Допустим, да, вот.